Добрый день! Сегодня вместе с вами мы будем шить детские джоггеры. Шить буду по выкройке Кати Мхитарян. Ссылка на нее будет в описании к данному видео. Вот так вот выглядят эти джоггеры, только я буду делать без боковых карманов и без клапанов обманок сзади. Перед тем, как распечатать всю выкройку, обязательно проверьте контрольный квадрат. Вот так вот выглядят все мои детали. Заднее и переднее полотнище по две детали. Прибавку на все швы я делала 1 см. И только снизу на брюках я прибавила 8 см, так как у меня будет цельнокройная резинка, а по выкройке это отдельные манжеты. Шью я, как видите, на размер 134. Я взяла на размер больше, чем у моей дочки, так как это будут летние брючки, а лето у нас еще впереди и она может подрасти. Шью я из ткани, которая называется крапива. Это плотная, непросвечиваемая ткань, но при этом она мягкая и приятная на ощупь. И вот на позднюю весну, на такое прохладное лето самое то. Также я раскроила пояс. Это одна деталь со сгибом. Пояс я взяла с небольшим запасом, так как потом по факту уже буду корректировать. По верхнему срезу брюк. Ну и далее две детали бачка кармана и две детали подкладки кармана. На деталях крестиком я помечаю, где у меня изнаночная сторона, так как пока есть кайма на ткани, еще это можно понять, а в дальнейшем очень сложно. Теперь на переднюю половинку брюк к лицевой стороне, лицевой же стороной, накладываем подкладку кармана. Срез скалываем и сшиваем на обычной швейной машинке. Срез скалываем и сшиваем на ткани. Теперь подклад кармана отворачиваем на изнаночную сторону и вот этот сгиб отстрочим на машинке. Теперь на подклад кармана накладываем бачок кармана, скалываем их по внутренней стороне и эту внутреннюю сторону будем сшивать. Петрик! Петрик! Брячок кармана! Вpitная комната! Петрик! Петрик! Его снять подкладку с кольцами. Петрик! Петрик! Понятно! Петрик! Его срешков! Петрик! 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 потом этот срез необходимо обработать на верлоке вот так вот выглядит уже обработанный карман теперь иголочками фиксируем его на своем месте ну то есть на переднем полотнище теперь берем заднюю половинку брюк обратите внимание для красоты сзади я решила нашить накладные карманы и совмещаем переднее заднее полотнище лицевыми сторонами друг к другу и будем сшивать сначала боковой шов а затем шаговый шов швы естественно после обрабатываем на верлоке таким образом подготавливаем обе штанины теперь одну штанину выворачиваем на лицевую сторону и вставляем во вторую совмещая шаговые швы скалываем штанины друг с другом по переднему и заднему шву и после будем также этот шов сшивать сначала на обычной машинке а потом обрабатывать на верлоке теперь низкий штанов подворачиваем внутрь сначала на один сантиметр а затем на три с половиной наметываем в таком положении из прошиваем на швейной машинке по краю при этом не забываем оставить небольшое отверстие для вдевания резинки для удобства на машинке снимаем съемную платформу и тут я задумалась и до строчила почти до края поэтому потом пришлось распарывать небольшое отверстие для резинки теперь в это отверстие осталось только вставить резинку резинку измеряете по ножке своего ребенка оставленное отверстие после необходимо зашить теперь измеряем верх брюк по этой длине корректируем длину пояса и пояс сшиваем в кольцо пояс складываем пополам изнаночной стороной внутрь и после чего в таком положении прикалываем к лицевой стороне верха брюк при этом шов на поясе идет к заднему шву брюк и После чего пояс пришиваем, не забывая также оставить небольшое отверстие для вдевания резинки. Продолжение следует... Теперь в оставленное отверстие необходимо вставить резинку, затем отверстие зашить и этот шов обработать на верлоке. Для удобства я использую вот такое приспособление для вдевания резинки. Резинку я взяла шириной 2,5 см, а длину меряем непосредственно по ребенку. Вот посмотрите, вот так вот выглядят манжеты, когда мы в них вставили резинку и зашили оставленное отверстие. Чтобы резинка не перекручивалась, я ее по бокам застрочила. Ну а так вот выглядит уже готовый пояс со вставленной резинкой. Шов, как вы видите, я обработала на верлоке. И наши джоггеры готовы. Посмотрите, это было довольно-таки просто. А ребенку в этих штанишках на резинках будет максимально удобно, и при этом они еще сидят довольно-таки симпатично. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.